Привет, дорогие друзья немецкого языка и добро пожаловать на наш канал Brandschule. Сегодня у нас тематический урок и тема «Им отель» – гостиница в отеле. Речь пойдет о том, как заказать комнату, поговорить с работником рецепции, узнать, какой сервис есть в гостинице, где что находится и так далее. Особенно эта тема будет интересна для тех, кто часто путешествует по Германии и немецкоговорящим странам, останавливается в гостиницах или работает в гостиницах и отелях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Первое слово на сегодня – ДАС ХОТЕЛ. ДАС ХОТЕЛ. ГАСТИНИЦА – ОТЕЛ. ИМ ХОТЕЛ – ГАСТИНИЦА – В ОТЕЛ. Zum Beispiel – ИХ БИН ИМ ХОТЕЛ. Я в ГАСТИНИЦА. ДЕР ЭИНГАН – ФОТ. ДЕР ЭИНГАН – ВОТЕЛ. ГДЕ ВХОД В ГОСТИНИЦА. ДЕР АУСГАН – ВЫХОД. ДЕР АУСГАН – ИСТ ДОТ. ДЕР АУСГАН – ВЫХОД ТАМ. ДОСЛОВНО ВЫХОД ЕСТЬ ТАМ. ДАС ХОТЕЛЬ БУХН – БРОНИРОВАТЬ ОТЕЛЬ ГОСТИНИЦА. АНГЛИЙСКОЕ СЛОВО. МОЖЕМ ПЕРЕВЕСТИ, КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ОТЕЛЕ, ЕСЛИ ВЫ ПРИЕХАЛИ И ЗАКАЗЫВАЛИ КОМНАТУ. И АУСЧЕКИН – ВЫПИСЫВАТЬ СДАТЬ КОМНАТУ ПРИ ВЫЕЗДЕ. РАЗБЕРЕМ ТЕПЕРЬ ВИДЫ КОМНАТ. ДАС АНЦЕЛЬ ЦИМА – КОМНАТА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. ДАС ДОПЛЬ ЦИМА – ДАС ДОПЛЬ ЦИМА – ДАС ДАС ДОПЛЬ ЦИМА – КОМНАТА НА ДВОИХ. ЕСЛИ ВЫ ТОЛЬКО ПРИЕХАЛИ В ГОСТИНИЦУ И НЕ ЗАКАЗЫВАЛИ КОМНАТУ ЗАРАНЕЕ, ДАВАЙТЕ НА ЭТОТ СЛУЧАЙ РАЗЫГРАЕМ КОРОТКИЙ ДИАЛОГ НА РЕЦЕПЦИИ. КСТАТИ, СЛОВО РЕЦЕПЦИЯ – ДИ РЕЦЕПЦИОН. ДИ РЕЦЕПЦИОН. И ЕСТЬ ТАГЖЕ НЕМЕЦКОЕ СЛОВО ДЕР ЭМПФАН. ДЕР ЭМПФАН. ЧЕЛОВЕК, РАБОТАЮЩИЙ НА РЕЦЕПЦИИ, ЕСЛИ ЭТО МУЩИНА – ДЕР РЕЦЕПЦИОНИСТ. ДЕР РЕЦЕПЦИОНИСТ. ЖЕНЩИНА – ДИ РЕЦЕПЦИОНИСТИН. Проговаривайте вместе со мной эти слова, когда вы их видите на экране. Итак, мы начнём диалог с приветствия. ГУДЕН ТАГ. ДОБРЫ ДЕНЬ. ХАБЕН СИ EIN ЦИМА ФРАЙ? Или такой аналог этого вопроса. ХАБЕН СИ EIN ФРАЕС ЗИМА? Есть ли у вас свободная комната? Вы можете также добавить ДО ЗАВТРА или ДО ПОСЛЕЗАВТРА. Например, ХАБЕН СИ ДА СЦИМА БИС МАРН? БИС УБЕРМАРН? ДО ЗАВТРА? ДО ПОСЛЕЗАВТРА? Или БИС МИТВОХ? ФРАЙ. И в конце будет ФРАЙ. ХАБЕН СИ ДА СЦИМА БИС МАРН? ФРАЙ? Есть ли у вас свободная комната? ДО ЗАВТРА? БИС УБЕРМАРН? ДО ПОСЛЕЗАВТРА? БИС МИТВОХ? ДО СРЕДЫ. И работник рецепции вас, скорее всего, спросит. АНЦИЛЬЗИМА УРА ТОПЛЬЗИМА? К примеру, вам нужна комната на одного. Тогда вы скажите. АНЦИЛЬЗИМА БИТЕ? АНЦИЛЬЗИМА БИТЕ? Да, У НАС ЕСТЬ ОТДЕЛЬНЯЯ КОМНАТА НА ОДНОГО. Если вам повезло, вы услышите именно так. Если же повезло меньше, это может звучать. О, ЭС ТУТ МЕ ЛАЙТЬ. МНЕ ОЧЕНЬ ЖАЛЬ. ЭС ТУТ МЕ ЛАЙТЬ. ВИР ХАВН КАЙН ЭЙНЦИЛЬЗИМА ФРАЙ. ВИР ХАВН КАЙН ЭЙНЦИЛЬЗИМА ФРАЙ. МНЕ ОЧЕНЬ ЖАЛЬ. У НАС НЕТ СВОБОДНЫЙ КОМНАТЫ НА ОДНОГО. Если же комната есть, вы наверняка захотите узнать, сколько она стоит. Самый простой вопрос для этого. ВАС КОСТЕТ АЙНЦИМА? ВАС ЧТО ДОСЛОВНО КОСТЕТ СТОИТ АЙНЦИМА. Сколько стоит комната? Чуть сложнее вариант. ВАС КОСТЕТ АЙНЕ УВАНАХТУМ? АЙНЕ УВАНАХТУМ НОЧЕВКА. Сколько стоит одна ночевка? Или так. ВАС КОСТЕТ АЙНЕ УВАНАХТУМ МИТ ФРУЩТИК? Сколько стоит ночевка с завтраком? ВАС КОСТЕТ АЙНЕ УВАНАХТУМ МИТ ФРУЩТИК? И вам назовут какую-то цену. Например, АЙНЕ УВАНАХТУМ МИТ ФРУЩТИК КОСТЕТ 42 ЕРО. ОДНА НОЧЕВКА С ЗАВТРАКОМ СТОИТ 42 ЕРО. АЙНЕ УВАНАХТУМ МИТ ФРУЩТИК КОСТЕТ 42 ЕРО. Если вы хотите кушать два раза в день или три раза в день, тогда вам нужен, скорее всего, полный пенсион. И вы можете спросить так. ВАС КОСТЕТ ФОЛЬ ПЕНСИОН? ФОЛЬ ПЕНСИОН – это ФРУЩТИК, ЗАВТРАК, ДАС МИТТАГ ЭССН, ОБЕД, УНТ ДАС АБЕНТ ЭССН, ДАС ХАЙСТ ФОЛЬ ПЕНСИОН. Это называется полный пенсион. Если цена вас устраивает, вы можете сказать ИН ОРДНУНГ, В ПОРЯДКЕ, ИН ОРДНУНГ. Дословно это означает в порядке. Имеется в виду, что мне это подходит. Либо такой вариант. ДАС ПАСТ МИР. ДАС ПАСТ МИР. ЭТО МИЕ ПОДХОДИТ. Если вы что-то не поняли или не расслышали, не стесняйтесь переспросить. Для этого вы можете сказать так. ИХ ХАБЕ НИХТ ВЕСТАННЕН. ИХ ХАБЕ НИХТ ВЕСТАННЕН. Я не поняла или не понял. КОНЕН СИ БИТТЕ ВИДАХУЛЕН? КОНЕН СИ, можете вы, ПОВТО, ПОЖАЛЬСТА ВИДАХУЛЕН? ПОВТОРИТЬ. Могли бы вы повторить? КОНЕН СИ БИТТЕ ВИДАХУЛЕН? ДАЛЕЕ для ОФАРМЛЕНИЯ у вас могут попросить ваш паспорт. На немецком это будет ДЕР ЭЙЗЕ ПАСС. ДЕР ЭЙЗЕ ПАСС. ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ. ИЛИ ДЕР АУСВАЙС. Немецкое слово ДЕР АУСВАЙС. ДОКУМЕНТ, ОДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ. И вы можете сказать так. ХИЕЮ ИЗ МАЙН ПАСС. Вот мой паспорт. ХИЕЮ ИЗ МАЙН ПАСС. Также вас могут попросить заполнить формуляр для поселения и обратиться к вам так. Fühlen Sie bitte das Formular aus. Заполните, пожалуйста, формуляр. Ausfüllen означает заполнять. Это глагол, с отделяемой приставкой, поэтому aus будет идти в конец предложения. Ich fühle das Formular aus. Я заполняю формуляр. Ich fühle das Formular aus. Далее вас могут спросить о вашем багаже. Слово багаж на немецком das Gepäck. Das Gepäck. И такой вопрос может прозвучать к вам. Haben Sie Gepäck? Haben Sie Gepäck? Дословно имеете ли вы багаж, есть ли у вас багаж? Я. Ich habe Gepäck. Да, у меня есть багаж. Ich habe Gepäck. Я. Или так. Hier ist mein Gepäck. Hier ist – здесь есть мой багаж. Hier ist mein Gepäck. Обязательно повторяйте все фразы, когда вы их видите на экране. Ваш багаж, скорее всего, принесет в комнату der Kofferträger. Носильщик – der Kofferträger, который, скорее всего, захочет Tringgeld. Das Tringgeld – это чаевые. Tringgeld – это деньги. Вернемся к броне и оплате вашей комнаты. Что касается оплаты, есть два способа. Первый – это mit der Karte zahlen – оплачивать картой. Mit der Karte zahlen. И второй вариант – barzahlen – оплачивать наличными. Barzahlen. Итак, если вы хотите оплатить картой, вы можете сказать на немецком. Ich möchte mit der Karte zahlen. Ich möchte mit der Karte zahlen. Я хотел бы оплатить карточкой. Или ich zahle bar. Я оплачу наличными. Ich zahle bar. Очень простая, легкая фраза. Ich zahle bar. Nach der Zahlung bekommen Sie einen Schlüssel oder eine Schlüsselkarte. После оплаты вы получите ключ или ключ-карту. Давайте выучим два этих слова. Der Schlüssel. Der Schlüssel – ключ. Die Schlüsselkarte. Schlüsselkarte – это карта-ключ, которая сейчас уже принята во всех гостиницах. Если это многоэтажный отель, скорее всего вам понадобится лифт. На немецком это будет der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl. Или второе слово – der Aufzug. Der Aufzug. Вам могут сказать, например, Ihr Zimmer liegt im ersten Schlüsselk oder im zweiten Schlüsselk oder im vierten Schlüsselk. Ваша комната располагается на втором этаже. Im ersten Schlüsselk. Im zweiten Schlüsselk – на третьем этаже. Im vierten Schlüsselk – на пятом этаже. Да, друзья, я ничего не путаю, говоря о том, что im vierten Schlüsselk – это на пятом этаже, а im ersten – это на втором. Обратите внимание, что счет этажей в немецком языке происходит по-другому. И отсчет начинается со второго этажа. То есть наш второй этаж по-немецки будет первый – erster Schlüsselk. Вы можете услышать такую фразу. Benutzen Sie bitte einen Aufzug. Benutzen Sie einen Aufzug. Используйте лифт или поезжайте на лифте. И немного разберем, что же есть в комнате. Давайте выучим с вами эти слова. Das Einzelbett. Das Einzelbett. Кровать на одного. Das Doppelbett. Двойная кровать на два человека. Das Doppelbett. Der Kleiderschrank. Der Kleiderschrank – шкаф для одежды. Der Nachttisch. Столик прикроватный. Der Nachttisch. Или тумбочка. Die Heizung. Die Heizung – отопление. Die Klimaanlage. Die Klimaanlage. Клима-анlage. Кондиционер. Der Lichtschalter. Der Lichtschalter. Der Lichtschalter – выключатель. Die Fernbedienung. Die Fernbedienung. Fernbedienung – это пульт управления для телевизора или для кондиционера. Die Steckdose. Die Steckdose – розетка. И два очень важных слова для вас могут пригодиться такие как einschalten – включать. Einschalten – включать. Einschalten – включать. Wir рассмотрим пару примеров с этими словами. Zum Beispiel. Wie kann ich die Heizung einschalten? Wie – как – kann ich, могу я, die Heizung einschalten? Включить – отопление. Wie kann ich die Heizung einschalten? Или такой пример. Ich möchte die Klimaanlage ausschalten. Ich möchte – я хотел бы или хотела бы – die Klimaanlage – кондиционер – ausschalten – выключить. Ich möchte die Klimaanlage ausschalten. Если у вас что-то сломалось или было сломано, это можно очень просто сказать. Der Fernseher ist kaputt. Например, телевизор сломан или сломался. Der Fernseher – телевизор – ist kaputt. Есть – сломан. Или так. Die steckdose funktioniert nicht. Die steckdose – розетка – funktioniert nicht. Не работает. Funktioniert nicht. И тогда вам может понадобиться помощь. Эта фраза на немецком. Ich brauche Hilfe. Ich brauche – мне нужна – я нуждаюсь. Brauchen – это нуждаться. Hilfe – помощь. Произнесите это выражение. Ich brauche Hilfe. Если вам что-то нужно, вы можете использовать такие фразы. Wo finde ich – где я найду что-то? Wo finde ich? Или ich brauche – мне нужно – я нуждаюсь. Ich möchte – я хотел бы или хотела бы. Я хотела бы чайник, я хотела бы стакан, я хотела бы полотенце. Давайте выучим несколько слов для ванной комнаты. Сама ванная комната будет называться в немецком. Das Badezimmer. Das Badezimmer. Die Toalette – туалет. Die Badewanne – ванная. Die Dusche – душ. Das Handtuch. Das Handtuch – полотенце. Das Handtuch. Die Seife – мыло. Das Shampoo – шампунь. Если в ванной чего-то не хватает, например, нет полотенец или мыло, вы можете сказать Im Bad sind keine Tücher oder keine Seife. Im Bad sind keine Tücher, keine Seife. Keine – это отрицание. Все это вы можете попросить у Zimmermetchen. Das Zimmermetchen – это девушка, которая убирает номера, персонал по уборке номеров. Если у вас уже что-то более серьезное случилось, например, Слив в вашем душе забился или засорен. На немецком это будет так. Der Abfluss in der Dusche ist verstopft. Давайте скажем медленно. Der Abfluss in der Dusche ist verstopft. Тогда вам уже кто-то нужен из сотрудников отеля. Вам могут сказать Ok, wir reparieren ihn heute noch. Wir reparieren ihn heute noch. Мы отремонтируем его сегодня. И, конечно, в отеле и в гостинице есть ресторан, кафе, буфет. Давайте выучим эти слова на немецком языке. Точнее, ресторан – это из французского заимствованное слово. И будет звучать как das Restaurant. Das Restaurant – по-французски. Das Café – das Café – кафе. Das Café – это, скорее всего, завтрак подается в буфете. По-немецки будет das Frühstücks-Buffet. Das Frühstücks-Buffet – буфет, где подают завтрак. Also, ich wünsche Ihnen guten Aufenthalt im Hotel. Я желаю вам хорошего пребывания в гостинице. Guten Aufenthalt und gute Reise. И хорошего путешествия. Последние слова на сегодня. Der Aufenthalt – пребывание. Der Aufenthalt und die Reise. Путешествия – die Reise. Было ли вам полезно это видео? Отметьте это вашим лайком и подписывайтесь на канал, чтобы первыми получать новые видео. С вами была Мила Брандт. Auf Wiedersehen. До встречи в новых уроках. Tschüss!